В течение 700 дней оккупации наш край, захваченный немецко-фашистскими войсками, ждал освобождения. Ровно 72 года назад нашим солдатам удалось одержать великую победу. Героев тех лет в живых осталось очень мало. В городе Димитрове сегодня проживает лишь 30 ветеранов Второй мировой войны. И большинство из них пришли сегодня на праздник, а с ними их дети и внуки. Тяжелое детство, тяжелая война. Мне в 10 лет война забрала все, детка. А день победы, папа погиб на день победы, похоронку получили. А там голод, а там холод. Так что освободили, это хорошо. Видите, сколько людей, все, даже молодежь, это очень хорошо, что люди помнят, что такая 70 лет назад, что была такая трагедия. Нигде, наверное, ни в одном городе нет такого внимания к нам, как у нас, в нашем городе. Со стороны и Требушкина, его заместителей всех, и всех депутатов. Еще со школьных лет, я помню этот праздник, мы тоже всегда ходили сюда, я местный житель, поэтому мы тоже всегда были в живом коридоре. Но я просто помню большое количество ветеранов, их было больше 300, может быть 500. Сейчас, к сожалению, очень мало, но очень важно, потому что эти люди подарили мир. Традиционно праздник, посвященный Дню освобождения Донбасса в Димитрове, начинается с торжественного шествия. От Дворца культуры Артема по улице Ватутина к мемориалу воинам, павших в годы Второй мировой войны. Вдоль тротуаров участников праздника приветствовали школьники. Нарядные, с воздушными шарами в руках, они поздравляли ветеранов, дарили им цветы и свои искренние улыбки. Дети очень хорошо знакомы с этим праздником, и он проводится традиционно, из года в год. Они еще только пришли в школу, и начиная с первого класса у нас проводится в школе масса мероприятий. Поэтому они знакомы, они ходят к ветеранам Великой Отечественной. Возле мемориала, расположенного в парке культуры и отдыха имени Гагарина, состоялся торжественный митинг. Провели молебен. Минутой молчания почтили память тех ветеранов, которых уже нет рядом. В адрес ныне здравствующих освободителей звучали теплые слова поздравлений и признательности. Нынешнее поколение должно сделать все возможное, чтобы вернулся мир и спокойствие на Донецкую землю. Потому что ветераны для этого сделали в свое время все необходимое. Я вам желаю, чтобы вы еще не один год здесь вместе собирались, честовали вас, жали вам руки и желали еще здоровья на многие годы. Наверное, ни один праздник не вызывает таких смешанных чувств, как годовщина освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Это одновременно и гордость за героическую победу нашего народа в боях за родную землю и, конечно, горечь утраты. Представить страшно, сколько крови было пролито, чтобы наш край обрел долгожданную свободу. Для каждого жителя Донбасса это особый праздник, потому что сегодня, можно сказать, история повторяется. Спустя 72 года, к сожалению, сегодня здесь рвутся снаряды, льется кровь, гибнут люди. И мы все надеемся и ждем, когда будет мир. Активное участие в организации праздника приняли школьники Димитрова. В своих руках они держали фотографии тех ветеранов, кого уже нет с нами рядом, но кто своим героизмом подарил жизнь будущим поколениям. Они гордятся этими людьми и обязуются хранить историю родного Донбасса. Также в этот день Димитров присоединился к областной акции «Синий платочек». В память о живых ветеранах были изготовлены синие платочки, которые объединят на одном большом полотне и передадут в областной краеведческий музей, где они будут храниться. Завершился митинг возложением цветов. Далее ветеранов ожидала полевая кухня с горячей кашей и традиционными фронтовыми 100 граммами. В городе Димитрове спасибо нашему, как говорится, руководству. Слава Богу, каждый год празднуем, и они не забывают нас. Какой праздник в этом году самый лучший? Самый лучший. Каждый раз мы встречаемся в ЖДК, говорим, вспоминаем. Руководство Димитрова во главе с мэром города Русланом Требушкиным, как всегда, приложили максимум усилий, чтобы подарить ветеранам настоящий праздник. От всего сердца я поздравляю ветеранов, благодарю их за их подвиг, низкий им поклон и долгих лет жизни и здоровья. При входе в летнее кафе, где расположилась полевая кухня, всех приветствовал оркестр и хор ветеранов. У участников мероприятия было прекрасное настроение, а это значит, главный праздник Донбасса в Димитрове снова удался. Он собрал неравнодушных людей, настоящих патриотов своего края, которые внесли огромную лепту в его освобождение.